Число пострадавших, которые присутствуют на заседаниях, уменьшается с каждым разом. Если в сентябре прошлого года их было несколько десятков, то в среду в здании суда можно было встретить всего около 10 человек. Похоже, пятилетнее ожидание возврата денег сошло на нет. Однако некоторые пенсионеры не теряют надежды получить свои вклады обратно. Оглашается приговор суда по уголовному делу по обвинению Гуваева и Сторова по статье 159 части 4-й уголовного кодекса Российской Федерации. Подсудимый Эльдар Губаев, как обычно, на заседании улыбается, шутит и даже позирует фотографу. В отличие от своего коллеги по камере, Владимир Стогов спокоен. Лишь изредка во время зачитывания приговора перешептывается с приятелем. Как говорится в материалах дела, в сентябре 2007 года Губаев и Стогов, на тот момент оба безработные, решили организовать кредитно-потребительский кооператив. С помощью подложенных документов зарегистрировали свою организацию в налоговой. Далее дело за малым. Открытие нескольких офисов в Нефтекамске и Уфе и привлечение людей. Что у организаторов, надо признать, отлично получилось. Как вкладчики приумножали свой капитал, рассказывать не надо. Эту схему финансовую пирамиду за пять лет выучили, пожалуй, все нефтекамцы. Кстати, свои деньги в офисы восхода горожане носили целыми семьями. А 10 апреля 2008 года организаторы кооператива скрылись вместе с похищенными деньгами, оставив своих вкладчиков ни с чем. Таким образом, в Губаеву исполнен период с конца сентября 2007 года по 10 апреля 2008 года в офисах города Нефтекамска и города Уфы были совершены хищения денежных средств, принадлежащих 4898 гражданам путем мошенничества на общую сумму 141 млн 941 тыс. рублей. Список пострадавших такой большой, что судья будет зачитывать все обстоятельства более недели. Последнюю и наверняка самую ожидаемую часть приговора для всех сторон этого дела огласят 14 июня. Анна Сазыкина, Кирилл Попов, информационная программа «Ежедневник».